привет зритель давно не было обзоров еды вот что-то у меня она так чуть-чуть припущу сейчас этот штатив я конечно два обзора записала но вот который недавно записываем нужно эту камеру меня что-то руки не дошли смонтировать я его случайно обнаружила на камеру думаю блин я же его не смонтировала а который записывал а я его наверно записывал год или полтора назад мне тоже руки не дошли еще смонтировать одна камера вообще разряженная вдрызг а другая питается нету кошка мы нету пакетиков вообще как-то тут соседей на днях вчера буквально в саду подкинули свою картошку прошлогоднюю которая еще в нормальном состоянии вот люди свою картошку прошлогоднюю раздают а совершенно левая некоторые близко дальние родственники пытаются за деньги втюхать ну кто во что город короче говоря и получилось так что у меня не было пакетов с тобой вчера точнее мне было много вещей вчера с собой с садой уезжала и как-то не было было картофу класть а сегодня вдруг поняла что мне кроме пакетов для мусора вообще пакетов нет вот такие шоп под картофу поэтому когда пошла магнит я решила купить там пакетик 8 рублей без копейки вообще мне захотелось а как бы но мне надо курицу я ее завтра запеку нам с кошкой в силиконовом мешочке потому что пакеты для выживки по моему закончились потом мне вроде как то у меня есть майский мед вчерашнего сбор вчера скачали родственники деревни мне пол литра налили меда еще немножко срезе и в сотах положили в контейнер как бы есть чем чай пить у меня есть мед майский мед его можно просто буду на булочку капать и залила творожок с чаем сегодня попила но мне приспичило зефир а еще я подумала что курицу уже поздно запекать потому что приехала из сада около 9 вечера и сейчас уже девять чем-то и выдали насчет молочки дозвониться что-то не могу сейчас какая-то тема такая пошла это я еще от близкого родственника узнала когда мне пытались деревне позвонить мне телефон был вне зоны доступа там говорил какой-то автоответчик женским голосом я понимаю на смартфоне это еще ладно а когда человек с кнопочным телефоном и у него никаких этих функций нету и вообще он как бы только умеет звонить и принимать вызов ну нахрена это автоматом подключай без ведома пользователя ну короче говоря это и я еще поняла что я хочу думал сосисок сосисок хочу вообще редко редкий случай когда я хочу сосисок думаю куплю сосиску сварю у меня там еще свекла есть почищу ее потру может салат своей может просто за бодяжу если есть лаваш в магазине куплю лаваш куплю сыр свой любимый жаворонки вообще жаворонки наверное их жаворонки и называю кошки очень нравятся эти жаворонки иногда я покупаю себе упаковку и короче куплю этих жаворонков куплю каких-нибудь сосисок лавашек и на сковороде зафига сковороду помыла меня там гора посуды но сковороду я помыла остальное потом так вот я тут еще купила одну штуку на нее была скидка там я не знаю зачем в пастилу кладут пальмовое масло у меня этот энтеросгель в деревне если меня вдруг будет колбасить то мне тут даже нечем закусить свою пищевую аллергию надеюсь меня все таки пронесет не в том смысле но может и в том но главное чтобы не было аллергической реакции так вот я даже думаю на эту пастилу с пальмовым маслом потом записать отзыв печатный буквенный на реке ну короче пастила была по скидке и и раньше видела она такая красивая все хорошо но ней пальмовое масло а тут по скидке думаю ладно хрен с ним не помру наверно так вот теперь я другой брала а этот был чуть чуть дешевле на 20 грамм больше по составу такая же эти ароматизаторы и красители как в том что я смотрела но я первый раз такое увидела меренга кондитерская фабрика 1946 года 75 лет традиции которые сближают я подозреваю что раньше я не знаю если я неправильно подозреваю дайте знать в камент пожалуйста я всем поставлю сердечко за любой камент 75 лет назад допустим ну ладно не 75 ну сколько тут короче в 1946 году когда зефир ваялся допустим вот такой там тоже был все эти ароматизаторы и красители овер дофига со всех сторон радури или нет фиккин гост мозаика где он рожден то он четыре месяца живет и рожден он недавно 19 мая и сейчас я найду чек а еще мне вчера очень хотелось нектарин я вот прям чувствовала запах этого нектарина думаю блин у меня тут банан понравится жимолость лежит которую можно захомячить а я какой-то нектарин хочу так вот пакет майка 7 рублей 99 копеек где тут этот зефир зефир то где меренга зефир 90 рублей без копейки вычитайте сами бананы но они как бы лежали у меня есть вообще банан он уже перетаскался в сад из сада в сад из сада такой уже ложечка можно практически будет на завтра его очистить и ломать а тут что-то увидела бананы я даже цену их не видела но увидела бананы взяла три штуки и вышли у меня эти бананы где вы бананы на 514 грамм на 43 рубля 68 копеек а сами бананы 85 рублей без копейки пада подышевели сволочи последний раз я их за 100 что ли покупала фигная у меня тут курица она шла по скидке 20 процентов потому что у нее срок жизни заканчивается 23 06 сегодня у нас 21 вот успей купить 20 процентов но эта курица сама по себе вот последние две покупала уже по 154 чем-то якобы желтый ценник до уеда в деревню она была 120 чем-то но самую обычную бюджетную курицу я покупаю не надо мне нет на то надо пишите мне в комменты лёля ты вообще у тебя такие супер цены у нас там все дороже вот там где у вас все дороже у вас и доходы больше по большей части так вот 1 килограмм 194 грамма она прям как это замороженная вот до завтра она разморозится думала может из открытия мешочек силиконовый для выпечки и маринада зафигачить зафигачить маринадом зафигачить а потом думаю принципе что и завтра все равно открою и просто так засуну специями карри обсыпаю и будет всем счастье потому что я булел от нее потом буду использовать для супа так вот курица цыпленок бройлер охлажденная от первой категории поле упаковка один килограмм килограмм стопе сейчас вот по-моему она на рубль потешили 150 рублей 29 копеек за килограмм значит минус там вот эта скидка вышла у меня на 143 рубля 55 копеек потому что чуть-чуть больше килограмма так вот курица предпоследний раз я курицу хомячила грудку я я грудку последние разы делала ела только вот если обжаривала ее с чем-нибудь там на масс на скородочке с маслицем делаю с салатом на чтоб так чистом виде жрать грудку обычная и кошки скармливают если не салата никуда тут я и хомячила видимо ну вот это несколько лет назад я открыла для себя что если есть курицу в том числе грудку курагу и что-то еще ну там допустим бананы то можно практически мимо минимализировать приступы эпилепсии так вот можете жрать курагу последнее время и хомячих они не делала на нее обзор хорошая курага я потом может артикул в телегу скину потому что там уже половина килограмма осталось от этой круги а может скидывал уже в телегу этот артикул хрен знает вологодские сладости пастила творожная вологии еще не было может быть когда-то доберусь та самая пастила вот я состав сейчас дочитаю люди а то я вот не догоняюсь зачем она тут сахар патока яичный белок жир растительный рафинированное дезодорированное пальмовое масло его фракции ему эмульгаторы глицерил моностеора соевый лицетин антиокислитель бутил гидрокси а не зол творог сухой молоко сухое безжиренное молоко сухое цельная заквасочная культура это то что сделать власть творогом потом пюре яблочное молоко сухое безжиренное агент желирующий агар ли регулятор кислотности лимонная кислота ароматизаторы ванилин творог вот здесь ладно окей вот она до этого я брала еще там этот зефир который не купила сделан он 27 0 2 23 4 месяца живет ну то бишь это вот до 27 0 6 не немного немного ему осталось но я думаю мы его следим лидер отрасли россии двадцатый год зачем там пальмовое масло но зачем а так вот это счастье по скидке 80 рублей без копейки за вот такую штучку 200 грамм в каком-то месте там было вот сера еще что-то еще что-то ударница что ли ну там такая баба нарисованная в стиле мэрлен монро хрен знает каких годов чуть ли не попарт не попарт конечно но в топ в таком стиле короче меня он почему-то попартно напоминает я забыла имя художника который рисовал банан такой серо-буро малиновый на хрен знает каком фоне попартовский может даже не попартовский хрен знает такой плакатного образца и там помимо в куча всякой хрена тени пальмового масла конечно не было но была куча всякой хрена тени и подписано внизу так это если у вас аллергия на там этот на яичный белок я думаю она все остальное аллергии не может быть почему-то никто нигде не пишет что осторожно тут пальмовое масло если у вас аллергия на пальмовое масло не жри ты это мой любимый сыр я так его люблю на него стабильная цена 65 рублей без копейки причем всегда это выглядит как по скидке в других магнитах он по белому ценник уйдет 65 рублей без копейки без скидки вот скидку я на него в других магазинах короче дешевле 65 рублей без копейки его не покупала никогда жаворонки сливочный плавленый сыр молоко собственных ферм любим моего с кошкой этот у нас 24 мая этого года и до 20 ноября чуя в чек лезу он же так и стоит 65 рублей без копейки 150 грамм сосиски прошлый приезд перед деревней я их увидела на них была какая-то цена но у них это не было ну как бы вот немножко другая упаковка была тут вот как бы вот здесь посередине наклеена и типа оторви увидишь но а в тот раз было вот так вот прям по полностью наклеена и оторви увидишь было как-то стрёмно отрывать чтобы почитать состав в магазине еще не купив думаю ладно хренцем до этого я как бы прочитала состав какой-то другой сосиски с этим тоже по скидке там была это курица механической обвалки куча всякой хрена тени непонятно зачем но без хотя бы пальмового масла не было от сада обачилась а делика и сер германия шо ли дойцу дойцу так колбасное изделие мясное колбасное изделие вареная категории без сосиски сливочные в кавычках когда они на сливки со свинина вода питьевая посолочная нитритная смесь куда уж без нее соль фиксатор окраски нитрит натрия сахар стабилизаторы пирофосфаты пряности перец черный перец душистый мускатный орех я забыла у меня есть мускатный орех еще куберовский антиокислитель аскорбиновая кислота но в принципе он меняемый состав сделано 14 06 и 30 суток живет 320 грамм сейчас скажу почем кайф оно шло по скидке 90 рублей без копейки ну я глянула на папа может посмотрела на эту курицу механической обвалки еще кого-то кучу таких этих мне кажется этот папа может ну там одно название нас тут плоские персики есть у меня одна подружка она тащилась свое время от плоских персиков я еще прошлый приезд увидела точнее когда приехал из деревни увидите плоские персики цены на них не было думать а ну чё это как-то я купила других фруктов каких-то обзор не записывала так персики плоские 1 килограмм 190 рублей без копейки 218 грамм вышла на 41 рубль 42 копейки обалдеть а вот дальше был лаваш свеженький сегодняшний на ваши ты где ваш 62 рубля без копейки какая-то кто а я увидела нектаринку все нектаринки какие-то очень крепкие были 1 нектаринка была с листиком я взяла эту нектаринку с листиком листик уже отвалился нектаринку мне пробили как персик я не знаю почему нектаринки но персик тут идет 140 рублей без копейки нектаринка под названием персик вышла на 126 грамм он на 17 рублей 64 копейки я надеюсь ну ну да ладно это как бы поздно пить боржом и не попружая сейчас магнит сказать слушайте вы мне тут нектаринку пробили как персик дороже она или дешевле все в итоге вместе мне вышла на 641 рубль 23 копейки вот я уже боялась у меня на косарь наберется думаю блин у меня на карте-то только касается только бы хватило денег всем спасибо за просмотр если хотите поддержать канал и хотите побольше подобных видео то подпишитесь на пусть и 600 рублей месяц вам обеспечит частый выход таких роликов обзорной закупок монбангов и smr если хотите просто smr то 200 рублей месяц тоже на бусти а если хотите монбанги 300 рублей месяц тоже на бусти там 10 процентов с же сам бусти если хотите просто поддержать канал то ссылка в инфобоксе тут где-то будет облачка потом значит как вызывать если что-то хотите мне послать на обзор до востребования адрес там в инфобоксе можете у меня узнать в личных сообщениях лучше кидайте сразу трек потому что наша почта и опасно нет и труда не не доставляет уведомления даже если это первый класс доставка не надо но там база выдача он в адрес тоже вам как бы помощь только учитывайте тот момент что я летом часто езжу в деревню но это всем спасибо за просмотр если вы жрали кур если вы кушали пастилу с пальмовым маслом и остались живы дайте знать в каменты будет приятно почитать всем пока